Прошедшая неделя показала, насколько быстро петербуржцы готовы прийти на помощь животным. Сотрудники реабилитационного центра для диких животных Велес объявили в социальных сетях, что медведям нужны новые бассейны. Цена вопроса 20 тысяч рублей. Деньги удалось собрать буквально за три дня. Откликнулись сотни людей. Новые емкости для купания появятся в вольерах уже через неделю. Какая еще помощь необходима обитателям центра, узнала Анна Шустер. Сейчас на улице плюс 32. Для настоящего звериного счастья в такую жару нужно одно. Очень много воды. И это не блажь, а жизненная необходимость. Без купания у животных случился бы солнечный удар. Бурому медведю Потапычу повезло. В его вольере бассейн есть. А вот гималайских мишек пока поливают из шланга. После водных процедур легкий полтник. Очень большое количество фруктов идет. Особенно когда жарко. Медведи очень много едят фруктов. Где-то килограмм 50 в день они съедают у нас. Хищники, мясо, кура. 15 килограмм как минимум курицы идет в день. При таком аппетите хищников прокормить их на собственные средства приюта невозможно. Поэтому зоозащитники рады любой помощи. От покупки продуктов и стройматериалов до личного участия волонтеров в работе центра. Сейчас здесь нужно срочно строить дополнительные уличные вольеры. Новых раненых животных из леса приносят еженедельно. Старых клеток всем не хватает. В результате часть зверей живет в доме. Хотя им жизненно необходимо солнце. Когда у кого-то есть свободное время, мы выпускаем ее на улицу. После этого, естественно, введем обратно в дом. То есть решаем мы за нее, когда она хочет погулять. Не она. И возможностей этой, к сожалению, очень мало выпускать. На улице за ней надо постоянно следить. Чтобы она ничего не съела, не упала, не сломала. Как за ребенком? Да, как за ребенком. Каждый шаг. Муж с женой нашли эту ворону. Привезли ее к нам. После того, как разместить особо было негде, они же и сделали этот вольер. Они привезли материалы сами. Помогли им сварить, конечно, все это. И они постоянно приезжают и ухаживают за ней. Вон в юны посатили, чтобы было красиво. Еще один верный помощник приюта Алла Лаптева. По профессии она психолог и живет в Петербурге. Но два раза в год на весь отпуск приезжает сюда ухаживать за зверями. Работа не для брезгливых. Ведь каждый день приходится драть десятки клеток. Столкнулась с тем, что волонтеры приезжают и говорят, я хочу покормить животных. Я им предлагаю брать. Они говорят, нет, я не хочу выбирать вольеры и какашки. Я хочу заниматься животными. В этот отпуск Алла опекает месячного лосенка. Пока отдельного вольера для него не построили, зверь живет вместе с лошадьми. Приходится следить, чтобы скакуны не легали и не кусали сироту. Рыбаки увидели маму, переходящую через ручей с лосенком. Маму вспугнули. Решили, что мама бросила лосенка и его забрали. Хотя она в любом случае бы вернулась и его забрал. Это как-то доброта хуже воровства называется. Администрация конфисковала лосенка и к нам привезли. Причем в очень плохом состоянии. Пришлось его откачивать. Сейчас в рационе лосенка козье молоко, которое привозят сюда с соседней фермы. 300-граммовую бутылочку малыш опустошает за 30 секунд. Когда он подрастет, перейдет на лиственную еду, березовые и ольховые веники. Такие люди заготавливают обычно для бани. Если каждый любитель сауны принесет хотя бы несколько веток из своих запасов сюда, животных удастся уберечь от зимнего голода. Анна Шустер, Невское утро.